В среду на три зимних юношеских Олимпийских играх сборная Россия добавила в медальную копилку одно серебро, завоеванное в биатлонной смешанной эстафете. В целом же день был посвящен соревнованиям интернациональных команд. В фигурном катании и хоккее 3 и 3 россияне взяли полный комплект наград, в конькобежном спорте до него не хватило серебряной медали. На нем-то и случилась неприятность. Иродов передал эстафету с преимуществом в 25 секунд перед командой Италии, Домичек, однако, на последней стойке не сумел закрыть мишени с дополнительными патронами и отправился на штрафной круг. В итоге итальянцы выиграли более 40 секунд. Досадно, но в целом надо сказать спасибо биатлонистам, завоевавшим на юношеской Олимпиаде 6 медалей, из которых 3 – золотые. Такого у нас не было никогда. При столь успешном выступлении россиян даже жаль, что биатлонная программа завершилась. В соревнованиях по фигурному катанию между интернациональными командами, произвольно составленными по жребию, но с разведением представителей одной страны, победил состав с Ксенией Синицыной, показавшей в среду в отсутствие кореянки Юйон лучший результат среди одиночниц. Команда с нашей танцевальной парой Софьи Чутюнина, Александр Шустицкий заняла второе место. Сама эта пара в своем виде тоже показала второй результат, как Андрей Мазалев, который благодаря этому вытащил свою команду в конце состязаний на третью итоговую позицию. Российские спортивные пара Полинария Панфилова, Дмитрий Рылов и Диана Мухамедзянова, Илья Миронов выступили лучше конкурентов, но их коллективы в остальном не блистали, так что финишировали и на шестом и пятом местах соответственно. Анна Фролова со своей командой и вовсе оказалась седьмой, хотя уступила, причем немного, только Синицыной. На турнире по керлингу российская смешанная команда, за которую выступают Валерия Денисенко, Скип, Михаил Волосенко, Алина Фахурдинова и Николай Лысаков, в среду утром обыграла команду Швейцарии. Между тем, во-первых, это представители страны, принадлежащие в керлинге к грандам, во-вторых, они хозяева соревнований. Результат матча, 7 к 5, 0-1, 0-1, 2-0, 0-2, 1-0, 0-1, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Позже в полуфинале против Норвегии номер повторить не удалось. Перед седьмым эндом тоже было минус 2, но скандинавы, имевшие право последнего броска, провели этот отрезок и игра уверена. Итог, 2 к 7, 0-0, 0-2, 1-0, 0-1, 0-1, 0-1, 1-0, 0-3, ха! В четверг в 12 часов по швейцарскому времени, 14 часов по московскому, наша команда поборется за бронзу со сборной Новой Зеландии. Тогда же Норвегия сыграет матч за золото с Японией, которая в 1-4 финала выбила Канаду, 5 к 4, выиграв в экстренде на чужом хамере, а в полуфинале справилась с Новой Зеландией, 8 к 4. Берем! Хозяева стартов, между тем, уже в следующем круге вылетели на тайбрейке от Германии, которая, в конце концов, проиграла в финале Финляндии, 0-4. В борьбе за бронзу Австрия одолела Францию.